Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова. И, как всегда, мы говорим на важные темы. Сегодня о применении новых технологий в серестроительство мы поговорим с директором Инженерно-технического института Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Амосова Терентием Корниловым. Терентий Афанасьевич, я вас приветствую. С праздником вас сегодня, с Днём Науки. И предлагаю начать наш разговор с инноваций в сфере строительства. Какие новые технологии сейчас применяются в сфере строительства и какими инновациями занимается сейчас институт, возглавляемый вами? Во-первых, в сфере строительства сейчас технологии развиваются быстро. Ну, надо сказать, что самым, наверное, модным явлением является это внедрение технологии умного дома, когда действительно эксплуатация дома может контролироваться с помощью различной аппаратуры, в том числе онлайн. Второе направление – это, конечно, повышение теплозащиты зданий. Это применение новых теплоизоляционных материалов, новых рекуператорных установок, создание комфортных условий проживания людей в жилых домах и тому подобное. Ну и, конечно, одним из таких, наверное, новомодных во всем мире, наверное, это внедрение альтернативных источников энергии. Ну, вот это направление тоже развивается сегодня и в нашей республике. В частности, если касаться наших институтов, конечно, мы сегодня занимаемся конкретно прикладными исследованиями. Это, в первую очередь, области строительного материаловедения, например, да, это, например, разработка технологии получения пеностекла из, значит, сиолита, сунтарского месторождения. Сегодня мы занимаемся, например, опять-таки развитием технологии производства кирпича из санниковского месторождения и глины. Мы, значит, переработка отходов занимаемся. Ну и, конечно, сегодня мы плотно и занимаемся и конструктивно-технологическими решениями энергоэффективных зданий, как высотном домостроении, так и малоэтажном домостроении. А вот в связи с нововведениями, которые касаются долевого строительства, как скажутся эти нововведения на бизнесе строительном в регионе у нас? Ну, во-первых, сегодня надо сказать, что действительно в городе Якутске и в принципе республики примерно вводится эксплуатацию порядка более 600 тысяч квадратных метров. Это всем знакомо. Из них половина составляет, значит, многоэтажное домостроение, да, то есть это полностью строится за счет долевого строительства. Но надо сказать, что с 1 июля 2018 года требования ужесточаются. В первую очередь, конечно, это касается застройщиков. То есть застройщик должен иметь на счету не менее 10% от стоимости объекта. Но если возьмем, проще говоря, если возьмем одноподъездный дом, эта стоимость будет порядка 250-300 миллионов, то есть на счету должно быть не менее 25-30 миллионов на счету застройщика. Второе, застройщик должен открыть эскрой счет, значит, банки обязательно, да. И уже средства, которые вкладывает дольщик, они сосредотачиваются только на эскрой счета. А застройщик получает из этих средств через банк. То есть банк будет предоставлять определенные средства застройщику. Ну, естественно, я думаю, сегодня, то есть в большей степени у банков еще появятся функции контролирующего органа. Я не думаю, что за счет вот этих дополнительных функций, появления дополнительных функций, банки будут, значит, снижать какие-то свои ставки. Ну, и, наверное, все знают, что действительно, что с этого года и с прошлого года, что проценты по ипотечному крититу должны снижаться. Но практически я не думаю, что снижение происходит, так как, ну, я вот из своего личного опыта знаю, когда Кибербан, например, предлагает под 7,4%, а на самом деле, вот я вчера получил 13,5%, 12,5-13,5%. То есть скрытых процентов много. Поэтому я думаю, все-таки, и при том, да, вот обратите внимание, что с рынка, наверное, скорее всего, исчезнут мелкие игроки, то есть мелкие застройщики, у них должен быть опыт, у застройщика, опять-таки, там требования. Есть, конечно, положительные моменты, да, то есть более жесткие требования застройщику. Застройщик должен, например, иметь опыт работы не менее трех лет, да, то есть у него должны быть построены уже объекты не менее 10 тысяч квадратных метров и так далее. То есть положительных моментов тоже много в этом нововведении, да. Но с другой стороны, мелкие застройщики, я думаю, все-таки уйдут с этого рынка и останутся более крупные застройщики. Но, естественно, стоимость жилья, я думаю, за счет услуг, которые будут предоставлять, опять-таки, банки и так далее, я думаю, все-таки повысится. Скажите, а вот наши застройщики, в принципе, готовы к этим? Ну, наши застройщики, конечно, они сегодня обеспокоены этим процессом, но те, которые все-таки хотят остаться на этом строительном рынке, сегодня ведут работу в этом направлении. Ну, в большей степени, наверное, прилагают все усилия, чтобы до 1 июля получить разрешительную документацию на новый объект. Ну, и готовятся, конечно, к нововведениям. Я думаю, в Якутске останется не более пяти таких застройщиков. А вот говоря о проблемах в сфере строительства, мы не можем не спросить о том, как избежать некачественного жилья. Ну, действительно, сегодня рынок достаточно насыщен, надо сказать. И, действительно, нам пора уже переходить к жилым домам, так сказать, нового формата, который отвечает современным требованиям, особенно по теплозащите. И, конечно, технологии сегодня позволяют. Ну, например, возьмем, что в Якутске, например, сегодня все заметили, наверное, из-за отсутствия ограниченности земельных участков, мы перешли уже к высотному домостроению. Я называю это 12 этажей и выше, 16 этажей и тому подобное. Но из закона физики известно, что инфильтрация воздуха именно в таких домах гораздо выше. Ну, например, для 16-этажного дома разница давления наружного и внутреннего воздуха составляет порядка 80 паскаль, а для 9-этажного – 47 паскаль. То есть, любая щель и так далее, она будет сразу проявляться, то есть, будет проникать холодный воздух. То есть, поэтому нужно, конечно, качество строительства резко повысить. Если мы переходим к такому виду строительства и, в принципе, поменять сам подход к проектированию, ну, например, той же вентиляции. В вентиляции вот в таких домах, то, что типовые решения, да, вентиляции уже не подходят к таким высотным домам. – Вот ранее Вы говорили о том, что дома КПД 60-х, 70-х годов постройки приходят в аварийное состояние. Но ведь более 20% жителей у нас проживают именно в таких домах. Вот что делать в этой ситуации, по Вашему мнению? – Значит, мы проводили в течение нескольких лет мониторинг вот таких крупнопанельных зданий 464 серии. Ну, во-первых, надо сказать, что они сегодня абсолютно не отвечают современным требованиям по теплозащите зданий, по энергоэффективности зданий. Это первое. То есть, между стыками панели и сами панели происходит утечка тепла. Во-вторых, особенно плачевное состояние находятся сокольные этажи. Это, значит, везде засоление, значит, засоленные участки бетонных поверхностей, да, оголение арматуры и так далее. То есть, я думаю, притом, да, вот этот рост дефектов идет арифметической прогрессией. – А что делать с этими дефектами? – И, конечно, сегодня надо и администрации города Якутска, или и правительству, наверное, республики Саха-Якотия принять какие-то определенные решения по этому поводу. То есть, провести полную оценку технического состояния и найти какие-то технические решения усиления или частично даже сноса. Сегодня технологии, значит, восстановления вот таких дефектных конструкций имеются. Это с помощью торкрет-установок, например, с помощью полимерных материалов и так далее. То есть, в мире такие разработки существуют уже. – Терентьяна Фанасьевич, скажите, пожалуйста, насколько, по Вашему мнению, у нас в регионе внедряются вот эти вот инновации, необходимые для строительства качественного жилья? – Ну, я думаю, практически продвинутые наши строительные организации сами заинтересованы в внедрении именно новых инноваций, да? Потому что рынок не стоит на месте, качество жизни растет все-таки, да? Мы хотим жить более комфортно в условиях, поэтому и застройщики, и поэктивировщики сегодня стараются, конечно, внедрять новые технологии, да? Но если мы говорим, что лет 10-15 назад мы не знали, что такое трёхслойные пластиковые трубы и так далее, да? Новые виды радиаторов, значит, теплообменников и тому подобное сегодня это уже как принятое уже, да? И сегодня надо, как я говорю, уже перейти к более современным, это тем же рекуператорам воздуха, то есть принудительную вентиляцию воздуха сделать, да, внутри помещений, более таким качественной теплоизоляцией, да? И я думаю, всё-таки надо все эти конструктивные узлы пересматривать, да, чтобы у нас действительно они отвечали нашим северным условиям. А насколько адаптированы вот эти инновации, которые используются в других регионах, к нашим условиям Крайнего Севера? Ну, как показывает опыт, ну, например, возьмём, опять-таки, систему инженерного обеспечения зданий, да? К сожалению, вот эти, опять-таки, технологии не очень-то подходят к нашим условиям, поэтому приходится их переналаживать, будем говорить, под нашим условием. Но если мы возьмём, например, технологии ЛСТК, наверное, все многие жители республики уже слышали про проблемы с этими домами, с применением, например, лёгких стальных тонкостенных конструкций. Первые дома, которые были построены, действительно, это канадская технология. Но если в основном строили там в более умеренном климате, у нас в строительстве ведётся расчётная температура ниже минус 45 градусов, конечно, эта технология не очень-то подходит. И мы сегодня нашли конструктивно-технологические решения именно для малоэтажных зданий ЛСТК, для наших условий. Наверняка вы следите за мировыми технологиями. Вот интересно, какие из них в последнее время вас наиболее поразили, удивили, впечатлили? Ага. Значит, ну, самое главное, самое интересное, что сегодня тенденция мира идёт, что мы, люди, хотят жить в больших городах. То есть, опять, приходится волей-неволей строить высотные дома. Сегодня появились, например, новые виды высокопрочных бетонов с добавлением наночастиц, будем говорить. Это, опять-таки, идёт большой толчок к высотному достроению. Опять-таки, появились наномодифицированные стали высокой прочностью. Терентий Анатольевич, наше время заканчивается. Благодарю вас за беседу. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был директор Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета, доктор технических наук Терентий Корнилов. С праздников. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok